Всем привет, ребят! Надеемся, у вас все отлично. Мы в Москве, прилетели недавно из Чикаго и будем заводить тест на коронавирус, так как у нас срок 3 дня. Расскажем, где мы завали и весь процесс от начала до конца. Первым делом мы направились в нашу городскую поликлинику, так как у нас есть полис ОМС, и мы можем получать бесплатную консультацию и лечение от города. Есть также возможность бесплатной сдачи анализов, и мы, конечно же, подумали, что здесь можем сдать тест. Нам сообщили, что такой услуги нет. Поликлиника проводит анализы только при наличии каких-либо симптомов, и нам предложили обратиться в платный медицинский центр. Мы начали искать и нашли список торговых центров, которые проводят бесплатно тесты. Позвонили в самый ближайший торговый центр в нашем районе. В самом ближайшем оказался торговый центр «Колумбус», но мы не дозвонились и решили уже поехать и разобраться на месте. Также очень важно взять с собой паспорт с НИЛС и полис ОМС. Мы уже в торговом центре и направляемся в справочную зону для уточнения информации. Здесь мне сообщили, что они не делают бесплатные тесты и направили для уточнения в офис МФЦ. Мы уже в МФЦ, и нам сообщили, что они уже прекратили делать такую услугу и предложили обратиться в платный центр. Дают вот такие вот талончики, где написано, что если ждать более 15 минут, то кофе в подарок. А есть такой уголок с компьютерами и принтерами. Вы можете здесь распечатать ваши документы бесплатно и воспользоваться интернетом. А это портал мост.ру, официальный сайт Москвы. Именно здесь мы брали все ссылки и искали всю информацию. Начали обзванивать все места по списку, и торговый центр ГУМ подтвердил информацию, что там проводятся тесты. Мы зашли на портал мост.ру и прошлись по ссылке emias.in. Скачали и зашли в данное приложение, выбрали раздел «Заявка на экспресс-тест», дали новая заявка и указали паспортные данные, ОМС и адрес. В конце выдается QR-код без номера, его необходимо предъявить при сдаче теста. И поэтому его надо распечатать, либо сфотографировать, и мы сделали скриншот. На сайте указано, что пункт сдачи экспресс-теста работает без выходных с 10 утра до 9 вечера. А мы направляемся в торговый центр, и важная информация, QR-код действителен примерно 2 дня. Приехали на метро «Охотный ряд», и такие таблички уже ориентируют нас. Выходим в сторону Кремля, седьмой выход. Здесь также паркинг для тех, кто приедет на своей машине. Еще раз ориентиры для вас, выход 7, и здесь уже указан торговый центр ГУМ. Заходим в ГУМ, и нам нужна первая линия, третий этаж. Самое популярное и самое красивое место внутри ГУМа – это фонтан. Фонтан находится на второй линии, на первом этаже. Место встречи для всех. Многие люди договариваются, если должны с кем-то встретиться, либо они заблудились, а сразу же направиться к фонтану. Здесь очень красиво. Если у вас есть возможность, берите плюсом время, чтобы можно было погулять, пофотографироваться. Нашли первую линию. Нам надо будет перейти в другую сторону и направиться на третий этаж. Поднимаемся уже на третий этаж. Здесь очень красиво, все очень красиво оформлено. Как вы видите, есть ориентиры в виде таких плакатов. И мы все видим, что все люди направляются именно в ту сторону. Напротив пункта сдачи экспресс-теста есть пункт получения вакцины от COVID. Ребята, мы показали наш QR-код, и сотрудники попросили еще раз заполнить только на их планшете. После заполнения нам выдали новый QR-код, но уже с номером, и направили к очереди. Несмотря на то, что было очень много людей, сотрудники работали быстро, оперативно и отвечали на все наши вопросы. Сдали тест, процедуру проводили сами сотрудники. И сообщили, что мы можем уже подходить за результатами через 10 минут. Примерно через 5 минут вышла сотрудница уже с нашими результатами. Пофамильно выдали нам результаты с QR-кодом и номерами. И мы сделали себе фотографию для того, чтобы загрузить на портале госуслуг. При положительном результате теста сразу же сделают ПЦР-тест для подтверждения вашего диагноза бесплатно и без записи. Мы спускаемся вниз по лестницам, так как эскалаторы поднимают только наверх. И хочу отметить, что весь процесс занял примерно 15 минут. Ребята, давайте же загрузим наш тест. Я уже скачала себе приложение госуслуги. Зашла и написала в поисковике ПЦР. Далее выбрала загрузить тест. И если вы заполняете за себя, выбирайте только за себя. Перейти к заявлению, нажимаете. И далее грузится форма, которую надо будет заполнить. После того, как вы заполнили форму с вашими данными, открывается следующий раздел, откуда вы прибыли. Здесь указывается страна прибытия и также дата прибытия. Внимание, вы указываете страну, последнюю, из которой прибыли в Россию. В нашем случае это Турция. Также дату не забывайте и нажимаете продолжить. Следующий раздел, на чем вы прибыли. Выбираете самолет. Открывается следующий раздел. Укажите, как приехали в Россию. Далее указываете конечный регион прибытия. В нашем случае Москва. Следующий вопрос. Планируете ли покинуть ближайшие 15 дней Россию? Наш ответ нет. Далее указываете данные ПЦР-теста, где сдавали, дату и результаты. В конце уже загружаете результаты через галерею. И на этом все, ребята. Старались сделать максимально полезное видео для вас. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал. А впереди много интересного и полезного для вас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok